всем привет решил вам показать свою квартиру маленький такой рум турчик или даже не рума апартмент турчик то есть вот она моя квартира вот он он зал это входная дверь сюда мы входим здесь домофон все фигня живу я на по-нашему на пятом этаже по-французски на четвертом этаже вот этот зал с мебелью я не заморачиваюсь потому что постоянное ощущение есть что я здесь все-таки временно поэтому как видите здесь пусто тут всякие разные бушные кровати разные бушные что ли столики которые я ну временно просто понабирал там кто-то мне подавал бесплатно вот этот гитарист не дал в общем просто чтобы хотя бы что-то куда-то было поставить положить вот это зал для шмоток у меня такая штука вот такой у меня красивый очень красивый вид из окна любимое мое место здесь в принципе не балкон а как видите такой маленький ну просто чтобы одну ногу поставить здесь я курю как видите надеюсь на эту камеру он что-то видно там у меня шикарный вид на пиреней я представляю насколько мелко на эту камеру но я потом попробую увеличить то есть глазами конечно это все гораздо ближе гораздо больше сейчас у нас март месяц там у нас снег все красиво 3 марта сегодня если не ошибаюсь или 4 по-моему 3 и вот они горы идут оттуда оттуда это город тарп перед нашими глазами живу я ну не в центре города центр вот там находится но не очень недалеко то есть на машине тут буквально пару минут проехать в общем это мое любимое место идем дальше я кстати хочу сказать что я ничего специального снимаю как есть ничего не убирал видимо здесь бардак если что извиняюсь не скажу что мне все время так но в принципе для меня как для мужика который ну такой скажем знать не особо прямо любитель чистюля но и не грязнули то есть более-менее так нормально считается хотя вот сейчас конкретно бардак была трудовая неделя тяжелая времени не было ни на что то есть немножечко забросил все это дело дальше вот здесь у меня есть одна комната в которой ну такое знаете завхозная комната может сказать оттуда там мебель ой мебель белье разное вешать здесь есть кровать ко мне артур когда иногда приходит он может тут поспать далее идем что у нас здесь кухня на которой тоже как видите немножко бардак грязная посуда вся фигня но сойдет это все быстро убирается при желании все это можно навести порядок там там я потом покажу здесь у нас ничего особо интересного идем дальше это я здесь у нас коридорчик направо у нас есть в душевая комната здесь и стиралка стоит здесь душ ванной нет я только вот недавно душ принимал поэтому здесь немного там за туманами это вот выход подъезд выход моя машина стоит и вы стороны такой паркчик у нас здесь есть прямо возле дома сейчас зима первый день весны первые три дня весны то есть деревья такие немножко скудные а так летом здесь красиво зелено заросшие все симпатичные так подождите я там окно оставил специально чтобы проветрить идем далее тут пока пропустим это спальня кровать на которой я в общем-то сплю как видите тоже никакой особо мебелью я не заморачивался ящики с которыми я переезжал там мои вещи до сих пор они в принципе в ящиках так мы стоят так и стоят я шмотки вот кидаю вроде бы как бы бардак вроде бы некрасиво но на мой взгляд вполне здесь еще такая маленькая кладовочка в которую всякий хлам можно сложить просто она без дверей кладовочка одним словом окошко выходит туда же на горы то есть если это дело поднять сейчас это делать не буду суть не в этом мы только что видели вид и в принципе практически все здесь туалет в общем ничего там интересного а здесь моя самая главная комната в которой в общем-то я провожу большую час времени это мой кабинет скажем так артур вот сейчас рубится в battlefront звездные войны у меня здесь все самое для меня важные комп телек playstation фигурки мои которые я обожаю но к сожалению не все здесь вот тоже джейсон мой которого я фанат разные модельки тоже люблю здесь кстати mercedes из нового моя новая новая слабость mercedes вот это основная моя комнатка в которой я тусую гитарка здесь процессор я иногда там музычку пишу для группы для своей в общем основная комната вот так вот периодически я сижу как артур сейчас и рублю здесь когда есть время к сожалению последние последний период что это как-то со временем совсем глухо работать приходится дофига вечером прихожу в 7-8 и как бы особо уже даже ну может посижу там ютубчик пару роликов гляну и в принципе потом на боковую спадки потому что на следующий день опять на работу это немножко напряжно времени нет ослабляться но в принципе пойдет иногда вот кстати у нас ярчик есть на новый год нам дед мороз подогнал хочу вам сказать что штука очень классная кайфовая очень балдежное ощущение как говорят сейчас experience по-русски опыт очень классный но к сожалению с играми по серьезности серьезных такие знаете взрослых классных игр нет это вот я на работе когда картон собирали там в магазине который игры продает тоже забирали картон я нашел там такая рекламная рекламная афишка она большая она разворачивается здесь еще там гран туризма всякая фигня вот гран туризма с этой стороны вот так просто знаете забрал даже не знаю зачем в итоге думал на стену все повесить вырезать красиво потом все но так временно то есть это главное ощущение что в этой квартире я живу временно поэтому стараюсь здесь особо ничего никаких порядков не наводить все так знаете временно хотя при этом временном временном я живу здесь уже уже год да получается год даже даже больше чуть-чуть в январе прошлом я сюда переехал то есть значит что еще важно сказать по квартире квартира это опасные что означает что это социальное жилье то есть самое такое считается бомжатское в франции самое недорогое то есть для людей с маленьким доходом опаш потом есть еще промо-ложи несколько контор которые занимаются такими социальное жилье в общем и вот это она самая то есть по сути получается сколько здесь раз зал две спальни трехкомнатная она считается вот так комната в которой кабинет где артур играет она в принципе за комнату не считается то есть это трехкомнатная квартира а тот кабинет он который я сделал под кабинетом в принципе как тоже какая-то кладовка или что-то такое хотя там как видели вполне уютно можно устроиться не то чтобы много места но для одного человека вообще красота и что а стоимость такая квартира вот конкретно это стоит четыреста пятьдесят евро в месяц четыреста восемьдесят евро в месяц но опять же это именно такая она считается большая она считается подороже из социальных квартир она все-таки подороже немножко во-первых вот этот вид потому что конкретно в этом доме я когда выбирал вот там вот с той стороны на по моему на третьем этаже еще я смотрел квартиру и она была сразу на что-то по моему четыреста она стоила то есть сразу там полтинник или восемьдесят просто за элементарно за вид этот вид даже ко мне когда приходили чуваки интернет подключать кстати тут подпортили поломали а и кстати вот этот момент еще косяк видите какие у меня стрёмные лампы не все сделаны должны быть все вот так как это они блин короче не доделали в итоге я вселился и они забили я тоже не стал кипиш наводить потому что мне это в принципе пофиг но самое главное что что они в конце когда я буду выезжать могут там начать предъявлять что мол он там не было потому что чувак не дал расписаться только за ты въезжаешь квартиру ты должен проверить все везде что поломано что не поломано что какие где есть дырочки царатами ты все это должен проверить все вместе с этим чуваком внести в бумажку расписывайся и потом на выезде они по этой бумажке проверяют если какие-то новые дырки не вписаны или новые поломки то ты будешь за них платить я вот боюсь что этот чувак он меня ну я скажем так забил когда въезжал он я пришел он такой я уже все отметил вот 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 бумажки расписывайся быстрее побежал и ну дурак как говорится не подумал расписался потом уже начал смотреть что там вот эти лампы например они не вписаны еще там есть пару косяков которые тоже не вписаны то есть возможно разборки будут но суть не в этом значит возвращаемся опять стоимости квартиры 400 будем говорить 450 стоит эта квартира это не самая дешевая есть еще от комнат естественно зависит если это там однокомнатная то она может там 300 стоит 250 если это вообще каком студию как они здесь называют studio это вообще такая просто вот реально однокомнатная студенческая такая квартира которые просто вот одна комнатка в ней же там какая-нибудь кухня в этой комнате перегородочка какая-нибудь то есть там буквально малюсенько в париже такие очень распространены но там она может тысячу стоит вот такая малюсенькая комнатка где-нибудь на чердаке здесь конечно в нашем районе все намного проще цены меньше и получается что вот она стоит 450 но опять же я за нее полную стоимость не плачу есть помощь поскольку квартира социальная есть государственная помощь каф он может добавлять там все тоже зависит от ваших доходов когда я сюда въезжал я был на шамаже и мне 250 государство добавляло доплачивала за эту квартиру то есть по сути я платил за нее 200 сейчас вот я уже пошел на работу они там ты постоянно отмечаешься пишешь свои доходы и они взяли посмотрели мои доходы причем как-то система новая за прошлый год смотрят они посмотрели по доходам то есть сейчас мне к сожалению эту помощь снизили и мне теперь приходится платить раньше было 250 они помогали сейчас там то 100 с копейками то есть вот грубо говоря на 150 там на 100 чем-то больше это хреново но система такая по крайней мере что-то они помогают не приходится платить полную стоимость получается что за квартиру я плачу ну давайте будем брать вот как поначалу да я 200 платил за квартиру плюс за коммунальные вода входит в эту стоимость а свет и газ здесь есть газ газовая печка на газу и и котел кстати давайте еще раз покажу вот он котел и печка и и получается за вместе за свет и газ у меня выходит где-то порядка 70 евро в месяц ну то есть вот считайте грубо говоря за квартиру ну да там еще есть маленькие нюансы страховка около там что-то 25 евро то есть грубо говоря где-то 300 300 по началу выходило сейчас к сожалению больше из-за того что снизили но тем не менее собственно вот такой короткий ролик одним дублем даже монтировать на ничего не буду просто выложу он так как есть всем спасибо обязательно очень большая просьба к вам постарайтесь по возможности по желанию конечно же постарайтесь мои ролики пусть этот или какие-то другие выкладывать в соцсети чтобы просто чтобы больше людей видели приходили чтобы было больше общения больше комментариев и сами тоже не забывайте писать в комментариях любые свои мысли я сейчас практически на все комментарии стараюсь отвечать поэтому всем спасибо всем удачи и до новых видосов